МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Куда мы отправимся сегодня, узнаем через несколько секунд. Прямо в аэропорту. Двойные стандарты представляют новый проект, который изменит ваш взгляд на путешествие. Тут вам не там. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот тебе загадка. Где находится самая быстро развивающаяся и борная столица в мире? Конечно, в Китае. Макаос и его казино получают прибыли больше, чем Лас-Вегас и Атлантик-Сиди вместе взятые. А вот ты не угадал. Минск в Белоруссии. Ты шутишь? Нет. Но просто когда в России все казино сослали в отдельные горные зоны, все наши азартные граждане ринулись к соседям. За прошедший год Минск посетила 200 тысяч россиян, что значительно повысило экономику страны. Очень напоминает историю княжества Монако. Ты знаешь, что когда в 19 веке в Европе закрыли все казино, казино Монте-Карло продолжило работать. И всего за каких-то пару лет принесло княжеству доход в 10 миллионов франков. Можешь себе представить? И до сих пор оно кормит все карликовое государство. А вот и наши чемоданчики. Ну что, какие будут ваши ставки, месье? А, я выбираю этот. Ага. У меня Минск. А, Монте-Карло, боже! Лазурка, яхты, олигархи, все мое. Правда ли, что в Минске королевский номер обойдется по цене обычного санатория? Элтон Джон написал спасибо. А он где жил? Он жил в этом номере. И шикарный вид на Лазурку обойдется не дороже подмосковного мотеля. Мельниченко. Думаю, да. Какой запрещенкой угощают гостей белорусской столицы задарма? Я могу предложить им очень вкусный домашний сочисток. Где нам посоветовал пообедать мэр Монако? И на чем можно сэкономить в краю миллиардеров? Там есть чудесная столовая. Откуда в Минске шикарные яхт-клубы? И почему все больше богачей и звезд предпочитают бросать якорь? Именно там. Вот говорят, Монако, Монако. Для кого в Монако печет любимый кондитер Алла Пугачевой? Личик. Это прям наш православный. Да. Вместе с Александром Селезневым раскрываем кулинарные секреты княжества. Зачем в Белоруссии стали разводить страусов? Ой, какая дичь вообще, какая дичь. А еще эксклюзивная экскурсия по резиденции Александра Лукашенко. Все сделано руками наших людей. Перед вылетом каждый из нас решил сделать звонок другу. Привет, Андрей. Рад тебя видеть и слышать. Привет, Саш. Я на выходные улетаю в Минск. Может, посоветую, что там можно посмотреть? Минск – это очень классный город. Нормальный город европейский. Ты будешь ходить. Это место, где очень много, как ни странно, казино. Это на любителей. Или я, допустим, не азартный, я всегда беру 100 долларов в казино. Или проиграю, или выиграю. Всегда ухожу. И на этом все заканчивается. Главное, ты едешь в тот самый период, когда можно попить настоящий березовый сок. Не забудь, это очень важный нюанс. Ну а как думаешь, хватит мне 30 тысяч? Или придется включать режим жесткой экономии? Андрей, ты что, 30 тысяч рублей? Тебе хватит просто за глаза. Ты будешь чувствовать себя просто олигархом. Потому что в Белоруссии нормальные цены. Это хорошо. Спасибо. Ну, давай, счастливо. Я на регистрацию побежал. Пока-пока. Желаю тебе хорошего полета. Здравствуйте. Да, Ирина, здравствуйте. Я лечу в Монако. Знаю, что вы туда летаете просто как к себе домой. Расскажите, куда пойти, куда податься. Очень нужен совет. Чтобы познакомиться со всем Монако, вам надо максимум 2-3 дня. Обязательно посетите набережную, увидите этот прекрасный лазурный берег. На улицах города иногда можно встретить и принца Альбера, и принцессу Стефанию. Как вы вообще познакомились с принцессой? Она же приезжала в Москву, по-моему, да? Она, ее брат и их покойный отец являются учредителями международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Естественно, принцесса очень часто посещает другие цирковые представления. Вот так, 15 лет назад, после представления, мы с братом спокойно переодевались. Вдруг забегает директор цирка, смотрит на нас перепуганным видом и говорит, «Вы почему до сих пор в трусах находитесь?» Выскочили с братом в халатах к ней, и таким образом завязалась наша с ней дружба. У меня в кармане 30 тысяч рублей, билет на самолет и амбициозные планы – доказать, что столица Белоруссии ни в чем не уступает Монте-Карло. Добраться до Минска можно любым транспортом. Самолеты летают ежедневно по 5 раз в день. Каждый день с белорусского вокзала Москвы в сторону Минска отправляется 8 поездов, а дорога на собственной машине или попутке займет чуть больше 8 часов. Минск встречает дождем и московскими ценами. Таксисты просят тысячу рублей. По местным меркам дороговато, но русский человек, который надеется выиграть в казино, может себе это позволить. Тем более, что автобусы из аэропорта в город ходят всего 5 раз в день. С интервалом в 3 часа. А еще с моим бюджетом я легко могу позволить себе гостиницу класса люкс. Тем более, что цена за двухместный номер здесь начинается от 8 тысяч рублей в сутки. А обслуживают наверняка не хуже, чем в Монако. У меня забронирован номер на имя Андрея Самарцова. Пожалуйста, ваш ключ. Номер на 8 этаже. Надеюсь, на моем 8 этаже будет как на 7 небе. И даже чуть круче. Вау! Вот это вид, вот это я понимаю. В этом отеле не только виды привлекают, но и истории о знаменитых гостях. Интересно посмотреть, в каких апартаментах останавливался, например, Стас Михайлов. Эх, если бы эти стены могли говорить. У нас есть специальная книга почетных гостей. Элтон же написал спасибо. А он где жил? Он жил в этом номере. Президент в какой-то раз. А что-то эдакое заказывал? Этого я вам рассказать не могу. Секрет фирмы? Да. Не секрет здесь, только стоимость апартаментов. Поспать на матрасе, на котором тешил свое величие сам сэр Элтон, можно за 1300 долларов в сутки. В эту стоимость входит отдых в спа-зоне, шикарный завтрак и личный консьерж. Остановиться в Минске можно и в 100 раз дешевле. Цены в хостелах начинаются от 500 рублей за ночь. Снять квартиру в центре можно за 1500 рублей. А цены за номер, например, в трехзвездочном отеле, начинаются от 2000. Супер. Мне уже нравится в Минске, а там это... О-о-о-о! А это, видимо, комплимент от отеля. Чизкейк. Откуснятина. Надеюсь, что Ира тоже шикарно устроилась в Монако. До Монако прямых рейсов из Москвы нет, поэтому я прилетела в Ниццу. Зато отсюда до места назначения рукой подать. Где Лазурный берег-то, е-мое? Склажная стройка. До Лазурного побережья Монако можно даже не доехать, а долететь на вертолете. Стоит удовольствие 100 евро с человека. Но с моим бюджетом особо не разгонишься. Можно сесть на автобус номер 110. Он будет стоить 22 евро. А можно сделать, как я. Сейчас мы доедем на 99-м автобусе до вокзала, а на вокзале сядем на электричку. Дорога отняла у меня всего 6 евро и каких-то там 20 минут. Билет на электричку до Монте-Карло обойдется еще в 4 евро. В переводе на российскую валюту это 240 рублей. Московский Аэроэкспресс, кстати, стоит 500. Вдвое дороже. А когда ближайший поезд до Монако? Две минуты? Осталось найти, откуда же бежит эта последняя электричка. Все-таки будет лучше, если она убежит вместе со мной. Сюда люди едут не экономить, а тратить. 61 тысячу ночей провели в прошлом году в Монако господа из России. Этот номер практически пропитался русским духом. Он самый дорогой. Два уровня, собственный лифт, панорамный вид из окна 180 градусов. Вот оно, как на ладони побережья миллиардеров. Думаю, единственное, что роднит Монте-Карло с Минском, вот эта белокурая красавица, а точнее, ее обладатель. Мельниченко? Думаю, да. Практически как знаменитый миллиардер белорусского происхождения вы можете умыться утром в одной раковине, а вечером в другой. Правда, обойдется это в 3 тысячи евро в сутки. На секундочку, 180 тысяч рублей. Да и самый дешевый номер здесь 500 евро за ночь. Почти 30 тысяч. Приходится признаться, что и самый скромный номер в этой гостинице я не тяну. В такие моменты ты понимаешь, что такое настоящая Монако. Как говорится, спасибо этому дому, пойдем на другую сторону улицы. Жить в Монте-Карло оказалось безумно дорого. Квартиры здесь начинаются от 20 тысяч рублей за сутки. Гостиница и того дороже. Но есть одна фишка. Если вы переходите границу и оказываетесь во Франции, все становится в 10 раз дешевле. Включаем фантазию, геолокацию, бронируем апартаменты с помощью интернет-поисковика и скрещиваем пальцы. Ну что, чудесные апартаменты. 2000 рублей в сутки, ни в чем себе не отказывай. До центра Монако 10 минут пешком. Ну и, наконец, вот она, лазурка из собственного окна. Ха-ха! Боже, у меня свой вид на море и яхту. Прелесть. Тут вам, не там. Смотрите через несколько минут. Какой запрещенкой угощают гостей белорусской столицы задарма? Я могу предложить им очень вкусный домашний сайт ССО. Где нам посоветовал пообедать мэр Монако? И на чем можно сэкономить в краю миллиардеров? Там есть чудесная столовая. Откуда в Минске шикарные яхт-клубы? И почему все больше богачей и звезд предпочитают бросать якорь именно там? Тут говорят Монако, Монако. Для кого в Монако печет любимый кондитер Алла Пугачевой? Уличик. Ты прям наш православный? Да. Вместе с Александром Селезневым раскрываем кулинарные секреты княжества. Зачем в Белоруссии стали разводить страусов? Ой, какая дичь вообще, какая дичь. А еще эксклюзивная экскурсия по резиденции Александра Лукашенко. Все сделано руками наших людей. Комаровский рынок или попросту Комаровка – одна из главных достопримечательностей белорусской столицы. Россияне толпами едут сюда за санкционными продуктами. Посмотрим, чем здесь можно поживиться. Пожалуйста, что вам подсказать? А есть французский сыр, да? Да, конечно, выбор большой. Французский с плесенью, нежный итальянский и швейцарский классический. Ну, пахнет носками. Так сразу и не определишься. Хочется съесть все и сразу. Я бы попробовал бри, наверное, и вот с плесенью. С голубой плесенькой. Сувенирные лавки на центральных площадях уже почувствовали конкуренцию. Эти подарки точно не запылятся на полках. А что лучше, на ваш взгляд, магнит привезти из Минска или кусок сыра? На мой взгляд, наверное, кусок сыра. Конечно, кусок сыра. Это и приятно и подарок, и приятно потом даже на стол порезать, угостить. Ну и тоже холодильнику приятно будет. Ну, конечно. От магнитов наши холодильники уже устали. Тут и наесться можно от пуза и не разориться на покупках. Особенно, если обратить внимание на товары местных производителей. Заморские на этом рынке только сыры. Все остальное свое, родное. Здравствуйте. А что-то я у вас хамон найти не могу, не подскажете, где он здесь? Вы знаете, что, зачем ему хамон? Я могу предложить вам очень вкусный домашний сальтисон. Попробуйте? Сальтисон? Сальтисон из телячьей печени и языка оказался не просто съедобным, а, на удивление, вкусным. Кажется, я уже наелся так, что и покупать ничего не хочется. Но когда предлагают такое, устоять невозможно. Где еще попробуешь колбасу с ушами? Язык говяжий с ушами. А я не откажусь. Обалденные. А уши чьи? Свиные, и говяжий язык. Нужно постараться, чтобы уйти с Комаровского рынка голодным. Гостеприимные продавцы и сало нарезали, и колбасы пальцем пиханой. Она просто так называется. Да-да-да. Как раньше назывались в деревне пальцем пиханой колбаски? Копченая есть домашняя тоже. Да, а ты больше не боишься, мне кажется, лопну уже. Теперь надо все это дело хорошенько запить. Здрасте, скажите, а сок березовый есть у вас? Да, пожалуйста, 3,92. Казалось бы, не так уж и дорого. В пересчете на наши деньги чуть больше 100 рублей. Но зачем переплачивать, если то же самое можно получить бесплатно? И я знаю как. Все княжество Монако можно обойти за час. Это всего-то 2 километра. Но лучшие метры давно скуплены русскими. Вот шикарная вилла Романа Абрамовича. Вот дом, который построил Сулейман Керимов. А это гнездышко сначала принадлежало Борису Березовскому, а сейчас миллиардеру Андрею Мельниченко. Чтобы сделать жизнь олигархов еще слаще, полтора года назад в Монте-Карло перебрался самый известный русский кондитер Александр Селезнев. Он был главным тортмейстером на пятилетии свадьбы Пугачева и Галкина. Он прослаивал кремом все дни рождения Примадонны. И свадьбу Волочковой, и Арбакайте, и Ани Лорак. А теперь у него в Монте-Карло две броссери. Надо сказать, что в Монако упорно чтут традиции. И на том месте, где была прачечная, не откроешь лавку мясника. Александру доверили кондитерскую, которая стоит здесь с 1955 года. Так как сейчас Пасха, вот начали делать куличи. А еще есть торговая точка на местном рынке, единственном в Монако. Я вот сделал торт киевский, торт сделал медовик. Кстати, культуры свадебных тортов-пирамид здесь нет. Так что Александр монополист. Ни одна олигархическая свадьба без него не обходится. Многие французы ездят за продуктами в Италию, потому что цены в два раза дешевле. Я объясняю, что мне нужно это для торта, поэтому клубнику за маленькую коробочку 8 евро отдавать. Я не могу, дайте мне за 6. Хоть это и рынок, торговаться здесь не принято. Зато пробуй не хочу. Наемся бесплатно. Для бедного русского туриста здесь есть свои уголки. Вы прям все это берете и садитесь за столы. Столы общие, и каждый человек, независимо от того, где он что купил, может сесть и спокойно поесть. За этим занятием мы поймали мэра Монако. Вот он, Джордж Марсан, сам без охраны и черных очков. Вы вот так легко пьете кофе с булочками на рынке. Вы не боитесь, что недовольные граждане подойдут вам на что-то жаловаться и помешают завтраку? Ну, у нас обычно так. Я буду только рад, если кто-то подойдет ко мне и пожелает доброго утра. Или попросит о чем-то, или наоборот, пожалуется. Я буду рад помочь, ведь это моя обязанность. Я мэр. И стоит такой обед всего 5-6 евро. Даже не в самом дорогом ресторане Монако за эти деньги, разве что кофе выпьешь. В десяти едят багеты, круассаны, сыры, еют вино. И никто не поправляется. Какие там лишние килограммы? Не исхудать бы с такими ценами. Хорошо, что Александр сегодня угощает. 156 евро. 156 евро. На двоих. Ну, за красивую жизнь. Я в поисках дешевого сувенира забрел в лес. Пока березы в соку, здесь вовсю идет добыча. По дешевке напиток можно приобрести в белорусских лесхозах. Цена 40 копеек за литр. Это 12 рублей на наши деньги. Но можно и вовсе не платить ничего. Можно обратить лесничество, и вам укажут участок, на котором мы сами это делаем, и вы можете туда приехать и сами для себя его добывать. Но это только на нашем участке. Если вы делаете это незаконно, то это может быть либо предупреждение, либо штраф. Мой провожатый помощник лесничего Маша объясняет, абы какая береза для добычи сока не подойдет. Мы делаем это на деревьях, которые намечены в рубку. То есть это должно быть здоровое дерево в диаметре более 20 сантиметров. Вот это, мне кажется, хорошо, нет? Да. Вот. Из нее будем добываться. Чтобы подсочиться, нам нужна бензопила, топор и железный лоток, пластиковая бутылка и время около часа. Ира в своем Монако наверняка пьет дорогие французские вина. У нас здесь более простые и полезные напитки – березовый сок. По вкусу, кстати, мало отличается от обычной воды, но присутствуют какие-то древесные нотки. Если добавить туда сахар и лимон, то будет вполне неплохо. А если добавить изюм и оставить в прохладном месте, где-то на месяц получится квас, и тогда никакие градусы уже будут не нужны. В качестве сувенира привезу Ире традиционный белорусский напиток. Достался он мне совершенно бесплатно. А вот в Монако с сувенирами не так-то просто. Кажется, я в замкнутом круге, точнее, золотом. Именно так называют туристы этот небольшой пятачок, окруженный тремя центральными авеню, напичканный бутиками самых дорогих брендов. А моих сбережений здесь даже на пару носков не хватит. Интересно, а есть ли в Монако секонд-хенды? Если верить интернету, их здесь целых три. Уж там-то я точно смогу себе что-то позволить. Мне нужно что-то дешевое, потому что у меня очень мало денег. О, отлично! Вы зашли как раз в нужное место. Этот красивый жакет всего 695 евро. 42 тысячи рублей. Да, весьма стоящая вещь. Будем искать что-то попроще. Примерьте вот эти замечательные босоножки. Это Кристиан Лабутен. На лабутенах и в офигительных штанах. Вам нравится? Моя мечта! Но, судя по цене, это так и останется мечтой. А сколько стоит Биркин? 7900 долларов. Еще немного, и у меня разовьется комплекс неполноценности. Все дешевое, что оно мне показывает, для меня очень дорого. Чтобы не разочаровать продавца, примеряю еще несколько очень дорогих, но очень странных вещей. О, да! Это я могу себе позволить. Что это такое вообще? Это ключница. Но она стоит 95 евро. Наш вариант. Жаль, в ней нет ключей от квартиры, где деньги лежат. Туда, где деньги лежат, я решил отправиться с шиком на лимузине. Здравствуйте. Меня ждете? Конечно. Эти барские замашки обошлись мне в 3000 рублей. И кажется, зря. 1000 рублей. Так что, воспользуюсь автобусом, цена билета – 120 рублей. Вот оно, логово азарта. И кажется, уже запахло легкими деньгами. Но как бы не так, все по закону. Предъявите, распишитесь. Вам необходимо пройти регистрацию. Для этого вам нужно... Доктор. Сейчас мои данные сверят с черным списком игроков. Можете не верить, но некоторые сами готовы туда записаться. Это заявление о самоограничении. Если вы считаете, что вам не нужно посещать заведение, вы пишете данное заявление. То есть меня не пустят в казино, если я такое заявление забыл. Да, вас однозначно совершенно не пустят в казино. Сходу ва-банк не пойду. Попробую держать себя в руках. Это не вот однорукий бандит, который... Нет, это не однорукий бандит. Это абсолютно многорукий бандит. Это громозека. На законодательном уровне установлен процент. Если мы с вами 100 рублей засунули, то не менее 92 нам должно обязательно вернуться обратно. Каждый аппарат каждого казино подключен к единой мониторинговой системе. И специальный надзорный орган следит, чтобы игрока не обделили. Я выиграл. Всего 5 рублей. Пора набирать обороты. У нас рулетка у нас. Вот я сейчас свои 100 долларов тут и просажу, чувствую. Пользуясь советом певца Данка, больше 100 долларов я брать с собой просто не стал. Но если верить менеджеру Антону, люди играют здесь по-крупному. Вот Алла Пугачева как-то провела в одном минском казино больше 20 часов. И на такие гастроли едут ловцы удачи со всего мира. Но особенно рады белорусы соседям. Мы ориентированы на людей, которые приезжают из России. Мы для них создаем все условия. Мы им оплачиваем трансферы, мы им оплачиваем перелеты, мы им оплачиваем проживание. На что будем ставить? Давайте сразу. Будем ставить на 16-е. 16, потому что у нас день рождения. День рождения и на 8-е. 16-го на 8-е у вас. Счастливое число не сыграло, как и последующие пять. Зато в Блэк Джеке мне не было равных. Это 100 долларов, с которыми мы зашли в казино. Это 40 долларов, которые мы выиграли. Получается, остались в плюсе. Останется заплатить 4% по доходу налога с выигрыша игрока. И остальные денежки будут ваши. По российским меркам я выиграл 7600 рублей. Вычтем отсюда ту сумму, с которой я пришел. Чистый выигрыш получится 2000. Неплохо. И, кажется, я уже знаю, на что их потрачу. А я знаю, что легко смогу потратить здесь весь свой бюджет. Вход в это самое первое и самое главное по сей день казино – 10 евро. За ВИП-зал придется выкинуть еще десятку. Ну и готовьте ваши денежки. Вообще, гранд-казино в Монако – единственное казино в мире, где повсюду развешаны часы. Просто раньше люди сюда приезжали на поезде, и им было очень важно успеть на обратной. Во всех других мировых казино часов не вешают, чтобы люди забывали о времени и постоянно тратили свои деньги. Здесь более гуман. Но без вечернего платья для женщины и смокинга для мужчин сюда можно не стучаться. И если ты не готов поставить миллион евро на сукно, а именно с таких сумм, по словам Крупье, здесь начинались ставки прошлой ночью, ограничьтесь экскурсией. Минимальная фишка на французской рулетке – 100 евро. И это все, что я могу себе позволить. На что же ставить-то, мама дорогая? Окей, 17-й день моего рождения. Оказалось, моя дата рождения, как и Андрея, тоже не работает. 26. Может, в следующий раз? Неспроста коренным жителям Монако вход сюда заказан. Может быть, и мне надо было забыть о рулетке. Но игромания, как оказалось, штука заразная. На следующий день я вернулась сюда снова. Благо, в зал игровых автоматов вход бесплатный. Начнем с 10 евро. Я просто чувствую, как день полетает в трубку с каждым разом. Это самое скучное занятие, которое можно было себе представить. Тут сплошные пенсионеры сидят. И посекают пенсию. Тут вам, не там. Смотрите через несколько минут. Сколько стоит курс молодого пилота для тех, кому повезло оказаться в Минске? В Монте-Карло за эти деньги можно разве что фотографию его сделать. Какие места в крохотном княжестве белорусам оказываются роднее всего? Вот, собственно, наш ответ на ботаническому саду Минска. И как научились тосковать по родине французы, перебравшиеся в Минск? Можно спокойно сказать, что это мое Монако. На чем еще можно сэкономить в стране миллиардеров? Там есть чудесная столовая. Откуда в Минске шикарные яхт-клубы? И почему все больше богачей и звезд предпочитают бросать якорь именно там? Вот говорят, Монако, Монако. А еще эксклюзивная экскурсия по резиденции Александра Лукашенко. Все сделано руками наших людей. Удачный день в казино заставил меня летать. В прямом смысле слова. Кажется, 40 долларов не самый большой куш. Но только не по белорусским меркам. Человек, который выиграл в казино, может позволить себе даже подняться в небо. Конечно, не на огромном бизнес-джете, а вот на таком маленьком, скромном, спортивном самолетике. Но зато за 2000 рублей в Монте-Карло за эти деньги можно разве что фотографию его сделать. Техника безопасности, как в автомобиле. Главное, пристегнуться покрепче. Ну и надеть наушники. Аверарежим надо ставить. А что такое аверарежим? Ну, телефон. Ничего не надо. Нет, нет. Нет, телефончик можете снимать на телефоне. Разгоняется наш самолет дольше пассажирского судна. Зато ощущение, что от земли сразу отбрасывает в облака. Воздушная прогулка длится 15 минут, и этого вполне достаточно. Пара минут на то, чтобы привыкнуть. Минут пять на то, чтобы полюбоваться на поля и леса. Еще пять минут на то, чтобы подумать о вечном. Я успел все. Ощущение, конечно, незабываемое. Кстати, Сергей сказал, что я отлично переношу полет, и мне даже можно заниматься летной работой. Так что пора менять профессию. Пора встретиться с тем, кому действительно пришлось многое поменять в жизни из-за любви к Минску. Здравствуйте, меня зовут Вильям Антон. Я из Парижа приехал, и можно спокойно сказать, что это мое Монако. Уильям Антон впервые приехал в столицу Белоруссии как турист 4 года назад. Минск вскружил ему голову, и француз решил здесь поселиться. Красота-то такая. Лепота. Всем привет. Привет. Меня зовут Ольга. Я живу в Монако уже 4 года. Ольга Таран – журналист из Владивостока. Ее подруга, минчанка Вероника Олег-Перова, приехала сюда не работать, а отдыхать. Сегодня хотим вам немножечко показать наше Монако и какие-то места, которые, может быть, свяжутся с Минском. Но сперва экскурсия по Минску от Уильяма. Он советует приезжим начать знакомство с городом с поездки на общественном транспорте. Но только не на этом двухэтажном красном автобусе с аудиогидом. Стоимость поездки в нем – 30 белорусских рублей, почти 900 российских. По такому же маршруту ходит этот обычный рейсовый автобус номер один. Только цена билета намного ниже. И они идут на 60 копеек. Это 50 раз дешевле, и у тебя у нас запись с утра до 5 вечера. И ты можешь все узнать пробить. С тех пор, как Вероника Олег-Перова уехала из Минска, ботанический сад не изменился. А вот свежая достопримечательность – Дворец независимости. Его строили, строили и, наконец, достроили в 2013 году. Это 12-я по счету резиденция президента Лукашенко. Когда я был в Монако, мне было 14 лет, а там у них есть уже свой ворец. Ну, мне кажется, что наш вообще по-своему и лучше. Он тоже большой, тоже здоровый, новый хотя бы. И много окно. Пока я там не бивал, но мне кажется, что там было бы интересно все посмотреть, что там есть. На этот мраморный пол еще не ступала нога туриста. Полежать здесь смогли лишь 500 журналистов, аккредитованных на Минскую встречу лидеров нормандской четверки. Но и им не удалось оценить все 500 квадратов, сверкающих по золотой и хрусталем. На личную территорию белорусского лидера представителей прессы не пустили. Только нам удалось сюда попасть. Где-то за углом кабинет, прямо по коридору библиотека. Этажом выше – президентские покои. А это – кухня. Сейчас повар Михаил готовит любимое блюдо Александра Лукашенко – драники. Сейчас иногда Александр Григорьевич сам человек, который в деревне, как все знают. Он может сам научиться, как это готовится. Бывали такие периоды в нашей жизни общественные, когда он приходил на кухню, сам брал картошку, твердую кани, естественно, учил их жарить. А вот и сам хозяин дворца. Батька спустился к нам на минутку, чтобы лично рассказать о своей шикарной резиденции. Это все сделано руками наших людей, творцов, от искусства, художники, нашими строителями. И исключительно из наших материалов, за исключением не мрамора, нет, не гранита, а мрамора. Потому что гранитное у нас производство огромное, и мы из гранита многое делали, а вот мрамор на отделке – это не наш. Лишь одному гостю Лукашенко по-братски открыл все двери дворца. У Путина здесь был, ну, считайте, свой дом. Он официально останавливался здесь. Впрочем, и для Франсуа Аланда, и для Ангелы Меркель тут приготовили спальни. Но французский президент и канцлер Германии отчего-то постеснялись злоупотреблять гостеприимством белорусского лидера. А он, похоже, и не расстроился. Меньше народа – больше кислорода. До свидания. Посмотреть на покои правителя Монако можно за 8 евро. Дворец открыт для желающих ежедневно с 10 до 6. Смена караула в 12.00. Но Веронику и Ольгу, как и любого монегаска, на эту туристическую гору силком не затащишь. Своё почтение князю они выражают молитвой. Перед нами церковь Сан-Чарс. Но поскольку в Минске достаточно большое, очень много католических храмов, то мы хотели сказать немножко о том, что и в Монако их немало. Хоть маленькое место, но вот этот один из главнейших. Православных храмов в Монако нет. Ближайшие только в Ницце. А мой собственный голубь, такая девушка. Мах, до сих пор, с него в Монако. Как и полагается, в монархическом государстве все граждане сильно верующие. В церковь ходит чуть ли не каждая собака. На улице Ленина в Минске тоже воспитанные собаки. И католический костел, один из двух в городе. Но чем не Европа? Вообще в каждом городе всегда есть какой-то французский район. И тут у нас есть свой район. У нас, значит, посылка недалеко отсюда. У нас уже очень много ресторанов с французскими называниями. Можно любимую еду кушать. Я люблю сам багетти, сыры. Хочешь лягушки, пожалуйста. А я не буду. Оревуар, месье Тон. Пойду один пробовать лягушек. В ресторане французской кухни цена за порцию деликатеса 28 белорусских рублей. В переводе на наши деньги 840. Стать свидетелем приготовления лягушачьих лапок можно бесплатно. А вот и они. Приехали сюда из Поднебесной. Очень коротко. Китай. А там догадайся сам. На родине повара Перетмана все еще не появилось ни одного питомника по разведению съедобных земноводных. Хоть члены Национальной Академии наук Белоруссии и заявляли о намерении накормить весь мир лягушатиной. Вообще страна богата лягушками? Ну, как и Россия. На любое болто заходишь и выбирай. Но ведь не каждую лягушку можно съесть. Да, на самом деле всего 300 видов. Из них только 10 съедобных. Которые именно выращиваются в фермах и потом. Добрый вечер. Пока лягушачьи лапки в Минске не распробовали. Их заказывают не чаще пяти раз в день. И пусть доктора заявляют, будто это мясо восстанавливает функцию печени. От мяса тут одно название. И местным, и туристам больше по вкусу курица. А лягушками пусть в Монако давятся. Лягушки в Монако? Не смешите великое княжество. Здесь настоящий деликатес русский творог продается в единственном магазине. У нас есть некридерные вкусовые предпочтения. Иногда мы ходим в русский магазин. Творог за 6 евро, кефир за 2, сушки по 4 за упаковку. Но за вкус детства не жалко. Вы знаете, что в Белоруссии самый лучший в мире зефир. Но поскольку здесь, к сожалению, белорусского зефира нет, то мы покупаем тот, что есть в продаже. А для Бэйби всего милей белорусская колбаса. То, что доктор прописал. Тут вам, не там. Смотрите через несколько минут. Откуда в Минске шикарные яхт-клубы? И почему все больше богачей и звезд предпочитают бросать якорь именно там? Вот говорят, Монако, Монако. А как красиво выйти в море из порта Монте-Карло, если на яхту вы еще не заработали и замуж за яхтсмена не вышли. На чем еще можно сэкономить в стране миллиардеров? Там есть чудесная столовая. Зачем в Белоруссии стали разводить страусов? Ой, какая дичь вообще! Какая дичь! Скажете, вот он, открыточный вид Монте-Карло? Нет. Это самая наглядная иллюстрация ежегодного рейтинга журнала Forbes. Порт Монако. Направо отчаливает яхта металлургического магната Искандера Махмудова. Номер 21 в российском списке толстосумов. Налево стоит на приколе яхта миллиардера Мельниченко. Девятое место в национальном рейтинге. Местные поговаривают, лодку недавно выставили на продажу. Не желаете приобрести? Сущие копейки. Миллионов так 600-650 евро. Есть здесь водное такси. Стоит 2 евро. Можно, в принципе, прокатиться на нем, только сразу включайте свою бурную фантазию. Бат-то-бас – обычный водный автобус. Ходят каждые 20 минут с одного берега Монакского порта до другого. Ну, давайте уже, поехали уже, давайте. Путь займет 10 минут, но этого времени предостаточно, чтобы забить память телефона селфи а-ля «Я на лазурке, завидую молча» и запостить в социальных сетях. Что еще нам, тщеславным девушкам, нужно? Хоть до официального открытия яхтенного сезона в Минске еще полтора месяца, бизнесмен Артем Лешок уже спустил на воду свою красавицу Котлин. Специально для нас и совершенно бесплатно. На яхте под белым парусом несемся по волнам. На зависть рыбакам. Они вынуждены просиживать штаны на берегу до тех пор, пока рыба не рестится. Выходить на воду сейчас могут только спортсмены-парусники. Возле Минска – это единственная акватория, достаточно большая, где есть и оборудованные марины, то есть и спорт, где можно и заправиться топливом, и обслужить яхту. А еще здесь действительно есть на что посмотреть. В акватории этого водохранилища множество удивительных островов. Это вам не какая-то лазурка, а Минское море. Так его здесь называют. В Монако, я думаю, что это немного другое. Это однообразие. То есть ты вышел, и на протяжении долгого времени видишь только воду. Иногда становится уже скучно. Арендовать судно и прокатиться с ветерком тут может любой желающий. Для того, чтобы это стало еще доступнее, Артем самостоятельно стал делать яхты. Корпуса из стеклопластика заказывает в Польше, а белорусским краснодеревщикам доверяет внутреннюю отделку. Можно уже за небольшие деньги сдавать в аренду людям. Ну, небольшие-то сколько? Ну, это порядка 100-150 долларов в сутки. Ни один мировой курорт не может похвастаться столь демократичными ценами. И это главное отличие Минского моря от Лигурийского, где туристам со скромным бюджетом прогулка на яхте может только сниться. Вот говорят, Монако, Монако. Минское море ничуть не хуже. А может быть, даже и лучше. А для нее лучше Монако ничего нет, потому что она знает, где здесь белорусские цены. Москвичка Юлия Озерова переехала сюда на ПМЖ три года назад. Окончила местный университет, получила востребованную здесь специальность организатора вечеринок класса люкс. В основном вся жизнь тут происходит за счет студентов, потому что если бы не они, то тут были бы одни старики. Было бы скучно. Сегодня она ведет видеоблог о жизни русских в Монте-Карло. И первое, что я хочу сказать, это вау. И работает в фирме по аренде яхт. Вне сезон зарплаты едва хватает на оплату двушки на окраине. Но это русская спец по выживанию в городе миллиардеров. У нас есть свои фишки, свои лайфхаки, как сэкономить в этом городе. Совет номер один. Самый дешевый способ передвигаться по Монако – ходить пешком. И пусть вас не смущают бесконечные горы до пригорки. Здесь везде запрятаны лифты. И самое главное – их найти. Потому что незнающие люди ходят по лестницам. С виду просто туннель в горе. О том, что внутри спрятан лифт – ни слова. Какие-то вывески бывают этих лифтов? Что здесь лифт. Нет, бывают, бывают, конечно. На самом деле в любом туристическом центре можно найти подробные карты с расположением всех кабин. Поднявшись на одном, пересаживаешься на другой, потом на третий. И через пять минут оказываешься на самой вершине. Вот как раз там, где прозрачный лифт, и вот оттуда мы поднялись. И оказались здесь. Совет номер два. Девичий. Ни одна уважающая себя красотка здесь не тратится на косметику. В основном в аптеке люди подоброжелательные. И сказать то, что вот так и так, я хочу попробовать продукты. Можете ли дать какой-нибудь продукт попробовать? Ну что вам предложить, девчата? Вот хороший тональный крем. Может, парфюм? Это бесплатно? Да, конечно. Внимание! В этот момент аптекарь дарит нам крем и духи, цена которым не меньше сорока евро. Значит, что тут у нас? Крем для тела. Это крем для загара. Это для лица. Не просрочка, не бракованное. Я в шоке! Совет номер три для голодающих. Местный единственный университет в Монако. И там есть чудесная столовая. Ход свободный. Салат и кофе в университетской столовой обходятся мне всего в шесть евро. Там есть еще пицца и всякие сэндвичи. А в два часа дня студенты говорят, можно попасть на вкуснейшую пасту. Только учтите, если персонал заподозрит, что вы уже выросли из студенческого возраста, может оставить без обеда. У меня в Минске тоже есть свои советчики. Сегодня наша путеводная звезда Дмитрий Колдун. Привет, Дим. Привет, Андрей. Как дела? Хорошо. Сейчас я покажу такое местечко. Никогда бы не нашли его без меня. А что там будет? А что будет? Будем ковать, я надеюсь. Пока горячо. Почти час на машине, и вот она. Деревня народных промыслов Дудутки. Удивительно, что место максимально туристическое и при этом совершенно не раскрученное. Два билетика. 20 рублей. В переводе на наши – 300 рублей с посетителя. За эти деньги здесь и зрелище, и хлеб. Все включено. Все, покажете в сыроварной, попробуйте сыр, масло и хлеб. Это все мобилеты. Спасибо. Для начала мы решили продуть эти деньги на волынке. Этот национальный музыкальный инструмент очень на нее похож. Такая древнегелорусская дискотека, в общем, друзья. Можешь попробовать? Так, что нужно делать? Надо так вот немножко под локоточек, дальше надуваешь. Сильнее. Там же еще сзади хвостик. Дискотеки были в Беларуси какие-то грустные всегда. Да-да-да, как-то у меня выходит очень плачевное, как на похоронах. Зато сувениры здесь не покупают, а делают своими руками. Вот такая у нас мисочка. Получилась вазочка. А теперь заглянем в настоящую соломиную обитель. По крайней мере, Дмитрий назвал это так. Здесь можно такого наплести. Какая-то у тебя косичка странная. Чего это? Сразу видно, что у тебя сын. И после ты не плетешь. Вот оно, настоящее народное хозяйство. Ни картошка единой, ни казино и ни пармезаном жива Белоруссия. Вернее, Беларусь. Мы любим Белоруссию. Беларусь. Извините. Мы любим Беларусь. Видимо, недостаточно мы подкованы. Идем в кузню. В цеху с самого утра дают жару. А какая температура примерно? Тысяча. Тысяча? Сувениры готовы. Отправляемся на сафари по-белорусски. Вместо жирафов и тигров тут кабаны с курами. И даже страусы. Сейчас драка будет. Ты не трясись тут. А я вот бутербродом с сыном пришел. Не так больно, как неожиданно. Не так больно, как вкусно. Тем, у кого нет в Минске таких друзей, как Дмитрий, добраться до парка Дудутки тоже несложно. Три раза в день из столицы ходит автобус. А работает парк ежедневно. Но всего до пяти вечера. Я, как ни старался, не смог потратить в Минске 30 тысяч рублей за выходные. Самую крупную сумму 16 тысяч рублей я выложил за отель. На еду, включая лягушачьи лапки, я потратил 3 тысячи 100 рублей. На такси у меня ушло 2 тысячи. На аренду лимузина 3. На поездки в общественном транспорте полторы тысячи рублей. Я выиграл 2 тысячи в казино и пролетал их в самолете. Итого мои расходы 25 тысяч 600 рублей. Окажется, будто отдохнул я на все сто. В городе миллиардеров оказывается не так уж и дорого. Моя чудесная квартирка с видом на море стоила всего 4 тысячи рублей. Правда, хозяин апартаментов взял с меня и за уборку 3 тысячи 120 рублей и приплюсовал городской туристический налог 295 рублей. Зато общественный транспорт мне обошелся в полторы тысячи. На еде я экономила как могла и за выходные проела всего 2 тысячи рублей. Ключница от знаменитого дизайнера стоила 6 тысяч. Больше всего денег я спустила в казино 7 тысяч 485 рублей. В итоге за выходные в Монако я прогуляла 24 тысячи 400 рублей. Не нужно экономить на впечатлениях. Тем более для этого вовсе не обязательно тратить огромные деньги. Я Андрей Самарцев. А я Ирина Шикман. Встретимся в аэропорту на следующей неделе. Чтобы снова проверить, где лучше, тут или там. Аэропорту на следующей неделе. Продолжение следует...